Мы с вами на Тишинской площади и идем на Тишинский рынок. Здравствуйте, мои дорогие! Здравствуйте, мои самые лучшие! Как вы думаете, чья это посольная? Это Велирой Бог. Но это современная уже, да? Восьмидесятые. Восьмидесятые, но это все-таки ретро. Ну, очень красивые и необыкновенные. Просто безумно красивые. Это 5000 пара бельвенец и блюзерки. Так как в прошлый раз всем очень понравился обзор Блошиного рынка на Тишинке, было много просмотров, ну и к тому же мне очень нравится этот рынок, хотя я здесь и редко что покупаю. Так вот, я решила повторить обзор весной. И здесь, как всегда, царство роскоши и уникальных порой даже музейных вещей. Давайте же полюбуемся ими. В этот раз выставка более масштабная. И, наконец, за много лет здесь открыт даже задействован второй этаж. Много продавцов и много посетителей. И здесь, я надеюсь, встретить своих знакомых антикваров. Вы только посмотрите, какое красивое зеркало. Очень красивое. Ну и здесь же представлена тоже посуда великолепная. И сейчас мы увидим чайные пары Кападемонта. Второй этаж работает. Надо же. Друзья, нашла своего любимого антиквара, продавца, замечательного Анну. Визитку можете показать? Да, друзья. Хотела бы рассказать. А вы в Мосвинтаж тоже будете там, да? Нет, я буду на Овчинниковском доме. Потому что они все выпадают. В доме на Овчинниковском, да, друзья. И когда он там будет? 13-14. Так что, если что-то вам здесь понравится, телефон увидели 13-го числа, будет Анна на Овчинниковском. Да, 24. Да, это лампа Дания 1920 года. Но это керамика, не стекло. Да, это керамика, да. Очень красиво. Очень, очень. Картина в таком. Вот, да, 1950 год. А вот на холсе, да. Говорите, я вас переверну. На холсе, здесь очень интересная техника холста. Наверху это у нас фитография оформления деревянных багетов. Это вот картина, значит, «Мечтательница» называется. А вот здесь, это здесь свечей? Вот это, значит, у нас подсвечник, да, лалик. Лалик, вот. Стой, 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 свечи. Тоже лалик. Пожалуйста, поделайте. Вот прям к лалик, я неравнодушен, поэтому я и подтянула. Я прям увидела. Да. И, значит, вот Мозор часы. Мозор вот у нас ваза. Серия груши, которая, ну, высота 30 сантиметров. Стоит 400 тысяч. Вообще в два раза дешевле. Вот бакара. Ну, это у вас все антикварные совсем. Не просто антикварные, а музейные вещи. Ну, вот бакара. Вот бакара еще база для одного цветка, без очень положения. Ну, вот кувшин, середовая кувшина. Там она куста, 900-го года. Невец. Стоит 30-30 тысяч. У нас позолотые. Отличная работа. Серега. А вот скажите, пожалуйста, вот эти высокие бакалы, они для чего? Какие вот эти? Они будут красные. А, красные, ну, это можно... Для свечей? Нет. Это почему? Это бакалы. То есть можно пить зелень. То есть можно пить, да. И очень даже они хорошо... Такие высокие. Да, высокие. Они, конечно, стол будут очень украшать. И белые, они могут пить. Да, и для... Особенно, если большой стол такой, да. По 15 тысяч. Они стоят каждое. Вот зеленые тоже флейты такие тоже интересные. Вот очень интересные. По 3 тысячи они идут. Да, их 4. Ну, это вот Сан-Дууи. Это... Какие? Рюмеры. Тоже не старые. Есть плену на ножке. Ламбер вот эти маленькие. Рюмочные бокальчики такие. А вот эти флейты такие? Да, эти флейты. Это стекло, Франция. Винтаж. Здесь, видите, до конца наливается ножка. О, до конца. Первый раз такое вижу. Это Христос воскрес, что ли, да? К этому? Да, по-моему, нет. К Пасхе, чтобы люди покупали. Ну, во всяком случае, да. Во всяком случае, да, там есть это... Это мне уже... А, аллегория. А, аллегория. 8 тысяч. Тоже недорого. И какие они необыкновенные. Ну, вот потешники очень красивые. Пусталь, Франция. Это серебро. Потом, дальше, вот если посмотреть, уже серебро у нас идет. Вот сервис Ленинград 50-60-й года. Перегородчатая мать. Там 4 килограмма 200. Так, секундочку. А это чье вот это перегородчатая? Это Ленинград. Ленинград. Да, 50-60-е годы. Он делал парфюр, а серебро перегородчатая мать. Даже серебро? Да. 4 килограмма 200. Вот еще подстаканник. Дальше идут вот блюда Мэйсона, фруктовница. Там, значит, дальше идут вот дореволюционные фигуры, семья, узбек, читающий газету, старик, пьющий воду, значит, узбек, который пьет уныс, ганько. Ух ты! Да. Дальше вот кузнецовское блюдо. Посмотрите, вот тоже серия. А кузнецовское это тарелки? Да. Вот последнее, синее, большое блюдо. Вижу, да. Да. Дальше, значит, старая вена. Вот на ножке фруктовница дальше. Собака. Это у нас Австрия обычная. Дальше вот бирюзовые там вот тарелочки с птичками. Это тоже Мэйсон. А вот это не Капо де Монте с голубыми? Это, значит, не Капо де Монте. Это у нас немцы. 1900-х год. Два кашко. Они по 75 тысячам. Какие-то прям великолепные кашко. На веку у нас идет рама, гадет, тоже антикварный, 19-й век. Чистое дерево, а сверху летка это гус. И покрытое блюдо. Тоже редкости берем. Да, тоже редкости. Ну, вот авангард тарелочки у нас идет. Потом дальше Мозор, Баквалы. Наверху вот Север вот эти два каменных вас. Ну, статуэточки. По демонте там яйцо, как идет. Это тоже, кстати, вот это дореволюционное яйцо. Кузнеццо, да. Да? Пасху можно приобрести 55 тысяч. Да, другие. Ага. Ага, да. Там Мэйсен и вот их вот пара в лежачем положении. Это то, как мелочница, как для соли. Тоже вот интересная позиция. 140 тысяч пара стоит. Ну вот. А вот этот синий великолепный сервис. Синий – это великолепный сервис. Это на 12 порцион кузнецов. Кузнецов? Да. Синие вельмо. И с десертными тарелочками. Идеальной сохранности. Коррекционная вещь – 500 тысяч. В таком количестве, в такой сохранности – это редко. Да, это действительно просто я удивилась. Да, это действительно просто, я удивилась. Такой сохранности здесь. Такой сохранности здесь. Такой тоже очень интересный. Пархор очень тонкий. Потрясающе. Это полиция для 4 порционера. Кошки у нас – это… Вот кошки пара. Это у нас 19-й лет. Фитай старый. Ну, это часы. Это традиционные часы 2005 года. Мастер-тинисер, который работал на заводе «Полет». Имитированная серия. Здесь 4 государства ставлены со своими дезидентами. То есть, это с чеканкой. Наверху, значит, у нас… Вот эта красивая. Ваза – это Италия. Гроза с позолотой. Рустай. И стоит 80 тысяч. Вот. Дальше вот картины. Картины – это юзовская терма. Кочетно, чесающий, красивый. И это… Это Равин, который держит пору. Это автор Раймут Нельсин, ангиканский художник, который писал эти картины. Еще в 1861 по 1924 год. Есть еще… Это салонные работы, которые были выставлены в Париже. Это венецианская девушка, продавщика святого. Автор – австрийец. Значит, это у нас позицион класс. Да вы что? Да. В таком оформлении. Зеленый тренинг. Как можно, как картина. Это правда редкое. И в таком хорошем состоянии. И такое красивое оформление, друзья. Здесь у нас три чашки у меня остались. Коллекционный Мэйсон, 19-й век. Вот раз, два, три. Вот три чашечки остались. Здесь у нас идут, значит, две… Как это? Консоли. Консоли, да. Которые уже куплены. Которые уже платили в текущий момент. Да. Значит, придет вот два… А эти консоли дерева, да? Нет, это не дерево. Это металл, покрытый бронзой. Металл. Металл, понятно. Это у нас, значит, в 19-й век. Это бронзо, встали, встали. 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 Самая ромняка, которую вы подаете в 18-й встали. Это современная работа у нас. Это Италия. Это мурангское стекло и латунь с розой. Очень тяжелая, красивая. Очень роскошная. Роскошная. Лампа – это у нас немцы. И два консенска рядом, которые стоят, это немцы. Лампа – основа очень красивая. Там девушка с молодым человеком, как будто дерево какое-то. 65 тысяч лавра стоит. А вот, по-своему фигарю, 70 тысяч парень. Там, друзья, подсвешники. Местер у нас в Франции, в 19-й век. Тут больше сохранности. Франции, я сказала, в отеле. Слух, 150 тысяч. Ну, все, в принципе, я сказала. А сзади вот там идет вот бра. Я одну только выставила, вот где бронза с деревом, еще зеркальца старая. Просто одну выставила, вторая у меня. У вас все всегда самое такое чудесное. Спасибо. Рерсия прекрасная. Да. Спасибо большое. До свидания. Это в YouTube, да? Спасибо. Продолжение следует... Продолжение следует... чтобы искать место, надо сделать перестановку. Даже поэтому набираем. Смотрите, какие миниатюрные чашечки чайной пары. Ой, скорее даже кофейной пары. Ну, ворокий. Я подключилась, все время изменялась. А еще я на себя вылила томат. Чучка, она вся. Она же не покупает, потому что все хорошо. Что? Что? Ааа, ну, все, я не знаю, значит, что поедет. Четок. 40. 40. 40. 40. 41. Семь с половиной. Очень красиво. А кто это? В Баварии, а кто там? Это Шумом. Шумом, да? Очень изящная. В изумительном состоянии. Хорошо. Так, а если у вас знаете, кто? Пестальный замок. Пестальный замок. А вы будете в доме или на... В доме тоже мы будем. В доме следующем. Да, да. Если что. Спасибо. Спасибо. Лучше галстук снимите без моего лица. У вас так хорошо все черное подходит. А можете голову опустить. Я шляпу еще сниму. А на шляпе и черно сы. Да чего вы прям хороши. Видите вот здесь? Да. Мушка. Вижу, вижу, вижу. Мушка. Ну вы просто звезда. Благодарствуйте. Не, ну правда, сколько я прошла, я таких эффектных женщин еще не видела. Ну вы просто меня поразили. Спасибо. Удачи вам во всем. Удачи вас. Удачи,ẹfinance. ol это вашего а сколько стоит чайник вот это и чашки они тоже не знают а сколько такое блюдо стоит 35 она оно одноцветное вот этот китайский чайник и вот эти четыре чашечки китайцы сколько они 4 за все 5000 хорошо если один чайник можно друзья я с вами не прощаюсь так как вас скоро ждет вторая часть всем добра и удачи 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 а удачи 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 удачи